Как Валгис подружился с Янисом Валгис любил мастерить. Можно сказать, он обожал мастерить! Плод он сделал, табуретку, удочку. Кстати, насчет удочки. С нее началась еще одна история. История о том, как Валгис подружился с Янисом. Утром в воскресенье Валгис решил отправиться на рыбалку, чтобы испытать свою удочку. Мальчик сделал свою удочку из подручных материалов. Он взял обычную длинную и толстую палку, отшлифовал ее, чтобы она была гладкой и не царапала руки, взял набор юного рыболова, натянул леску, закрепил ее. На конце лески Валгис завязал крючок, а также он завязал поплавок. Из того самого набора. И все! Удочка была готова. С собой на рыбалку мальчик взял кусок хлеба в качестве наживки, а также ведерко для рыбы. Валгис отправился на причал, куда ранее он ходил вместе с Аней. Мальчик пришел на причал, оторвал от куска хлеба небольшую крошку, нацепил ее на крючок, забросил удочку в речку и начал рыбачить. Вот так, посмотрим. Надеюсь, леска не порвется. Где-то через пять минут у Валгиса клюнуло, и он вытащил рыбу. Ой! Ха-ха-ха! Поймал! Ха-ха-ха! Здорово! Вот! Вот! Все предусмотрел! Прошло потом еще пять минут, и вторая рыба попалась на уточку. Ху-ху! Ух ты! Ха-ха-ха! Еще одну поймал! Здорово! В это время к причалу стал подходить еще один мальчик. Это был Янис. Он носил очки, и, надо сказать, мальчик напоминал ботаника, то бишь умного школьника, хотя Янис скорее был занудным и ленивым, и он не любил приключений. Его любимым занятием была рыбалка. Каждые выходные он ходил на рыбалку. Иногда Янис ходил к бетонным выступам рядом с железной дорогой. Иногда к причалу. Янис подошел к причалу и увидел Валдиса. Мальчик был не очень доволен тем, что место было занято. Эй! Я тут хотел порыбачить! А? Что? Ну, просто я собрался сюда прийти еще со вчерашнего дня. Валдис был неприятно удивлен таким обращением к себе, но он сдержался и решил не злиться на Яниса. Вместо этого мальчик предложил Янису одну идею. О! А у меня есть идея получше. Давай вместе рыбачить! Вместе? Да! Вместе веселее! Ну, ладно. Давай вместе. Рыбы здесь хоть ловятся? Хе-хе-хе! Конечно! Я уже целых две рыбы поймал. А-а-а! Чего ты злишься на меня? Не злись! Лучше скажи, как тебя зовут? Меня? Ну, меня зовут Янис. А я Валдис. Очень приятно. Ммм, похоже, я видел тебя в школе. Да? Ты учишься в школе на Рижской улице? Ага. Вообще-то улица Ригас, а не Рижская. Ты тоже в четвертом классе учишься? Ага. В четвертом В. Я в четвертом В. Интересно. А моя подруга Аня учится в четвертом А классе. Аня? Да. Ты с ней знаком? Не. А она как выглядит? У нее коричневые волосы. С двумя косичками она. Не замечал. Я с ней недавно познакомился. Хорошая девочка. Добрая. А-а-а! Ой! Хе-хе-хе! Я третью рыбу поймал! Хе-хе-хе! Смотри! Ого! А я что-то пока не одной. Хе-хе! А ты на что ловишь? Я червей взял. На, вот. Возьми лучше немного хлеба. Может, поймаешь. На хлеб здесь обычно хуже клюет, чем на червей. Ты возьми, Янис. Возьми! Ладно. А ты тоже на Рижской улице живешь? Нет. На улице театра. Но недалеко от Ригас. О-о-о! Тебе ближе всех идти до школы и до речки. Ну да. Я, кстати, удочку сам сделал. Сам? Да. Нашел палку. Взял набор юного рыболова. Сделал свою удочку. И все. Готово. Врешь. Нет. Я сам ее сделал. Не верю. Сравни свою удочку и мою, если не веришь. Ммм. Они отличаются. Конечно, отличаются. Знаешь, где делают такой набор? Ну? На заводе Балтика. О! Он в Риге? Нет. В Ленинграде. Шутишь? Я серьезно. Много ты знаешь, я смотрю. А что? Мне интересно все знать. Люблю гулять, куда-то ходить, к тому же. Я однажды, знаешь, куда ходил? Куда? Туда, где эта речка, на которой мы рыбачим, впадает в Балтийское море. Лиелупы. Ты там был? Конечно. Хотелось бы еще побывать. А где это место? В Булдури. Слишком далеко. Туда даже электрички не ходят, потому что дорога сворачивает в Ригу. Зато пешком можно дойти. Или на велике. Охота тебе мучиться было. Почему мучиться? Ноги после такой долгой прогулки будут болеть. Ты какой-то недовольный, Янис. Все злишься на то, что я место занял? Нет, не из-за этого. А почему же? Характер такой. Хей, веселее будь. Смотри, у тебя, кажется, клюет. Точно? Ну-ка, давай. Опа, поймал рыбу, наконец-то. Видишь, я же говорил, хлебушек рыба тоже ест. Ну да. Настроение у Яниса немного поднялось, и он вновь стал ловить рыбу. Он поймал пару карасей, как, впрочем, и Валдис. С пойманной рыбой мальчики отправились домой. Фух, хорошо порыбачили. Да. Ты знаешь, а вдвоем интереснее рыбачить. Может, будем вдвоем ходить на рыбалку? А-а-а, а кто-то говорил, что я занял чье-то место на причале. Это был не ты? Ну, извини. Хе-хе, чего ты покраснел? Не превращайся в помидор! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эй! Я шучу. Расслабься. Все хорошо, Янис. По дороге Валдис и Янис увидели Аню. Она шла с Авоськой в руках. О, Валдис, привет! Привет, Аня! А я ходил на рыбалку. Между прочим, не один. Знакомься, это Янис. Янис, это Аня. Привет, Янис. Привет, Аня. А ты куда ходила? Я была в магазине. Ходила за докторской колбасой. А еще взяла эклеры. Долго стояла в очереди? За колбасой была небольшая очередь. Минут пять точно простояла. А за эклерами никто не стоял. Валдис, я хотела бы тебя угостить эклером. Держи. Фу, спасибо, Аня. Ты настоящий друг. Янис, хочешь эклер? Нет, спасибо. Ну, как хочешь. Ладно, еще увидимся. Пока. 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 Это та, Аня, о которой я говорил тебе. А, я понял. Вкусно. Зря отказался от эклера. Он безумно вкусный. Я рыбы хочу. Сладкое потом буду есть. Так, мы уже на улице театра. Мне туда. А я пойду дальше тогда. Приходи на рыбалку, хорошо? Хорошо. Пока, Янис. Пока. Прошло некоторое время. Валдис стал иногда приходить на рыбалку. И он вместе с Янисом ловил рыбу. При этом Валдис не забывал о бане. Мальчик ходил с ней на прогулку, на море, на речку и в другие интересные места. И детям было хорошо. А однажды, в один субботний день, Валдису пришла в голову одна идея. Может быть, мы куда-нибудь втроем сходим? Но куда? О, я знаю, куда мы можем втроем отправиться. Я придумал! Валдис отправился к дому Ани. Вскоре мальчик пришел к дому и стал звать девочку. Аня! Аня! О, Валдис, привет! Привет! Ты знаешь, я хотел бы, чтобы мы отправились в одно интересное место. Я еще хочу взять Яниса с собой. Втроем пойдем. В одно интересное место? А что это за место? Туда, где река Лелупы впадает в Балтийское море. Помнишь, я рассказывал? Это место в Булдуре находится. Да, я помню. Я с удовольствием пойду с тобой. Хорошо, осталось только Яниса взять с собой. Пойдем к нему, я знаю, где он живет. Я иду. Валдис и Аня отправились к Янису. Через десять минут дети добрались до дома Яниса. Янис! Янис, выходи! Янис! Янис! Яниса нет. Может, он куда-то ушел? Наверное. О, может, он на причал пошел ловить рыбу? Давай пойдем на причал. Давай. Валдис и Аня пошли на причал, к речке. И действительно, там, как и предполагал Валдис, был Янис. А, вот где Янис. Янис, привет! О, Валдис, привет. Привет. Привет, Аня. Вы решили вдвоем на рыбалку прийти? Нет, мы не на рыбалку пришли. Мы тебя искали. Искали? Угу. Да. Я хотел бы, чтобы мы втроем отправились в Булдури. Не-не-не-не-не. Так далеко я не пойду. Ты издеваешься? Я очень хочу, чтобы мы туда отправились все вместе. Аня согласилась. Янис, соглашайся. Без тебя мы не пойдем. А как же рыбалка? Мы успеем порыбачить, Янис. Пойдем с нами. Ох, охота вам идти так далеко. Ладно, я пойду. Здорово. Молодец. Ну что, пойдемте в Булдури? Да. Эх, пропала рыбалка. Не грусти, порыбачим еще. Валдис, Аня и Янис отправились на первую совместную прогулку. В Булдури. Дети сначала дошли до Дзинтери, а затем они пошли по прямой, в сторону Булдури. Вот концертный зал Дзинтери. Здесь недавно отмечали День Пионерии. Говорят, даже большой детский хор Советского Союза выступал. Ого, дети пели. Здорово. Ага. Вот удивительно. Мы идем в Булдури, но это тоже считается Юрмалой. Если пойти в другую сторону, то и там тоже будет Юрмала. То есть Юрмала это не просто поселок, а большой поселок? Даже больше. Теперь его считают городом. Но для нас Юрмала это уютный небольшой поселок, где есть замечательная речка, волшебное море, а еще улица Йомас. Центральная улица Юрмалы. Ее даже сравнивают с Арбатом в Москве. Ого. Что тут сравнивать? Здесь нет домов книжек. Хе-хе-хе. Так это ты про новый Арбат говоришь. А я про старый. О-о-о. И кинотеатр еще у нас замечательный. Рядом с которым мы с тобой, Валдис, познакомились. Хе-хе. Точно. Обратно. Если мы будем уставшими, доедем на автобусе. Он идет до 36-й линии. Какой линии? 36-й? Ага. Сейчас какая линия? Мы еще не дошли до линий. Ну вот. Ой, я вижу парк. Парк Дзинтери. Точно. Летом, говорят, должны вышку открыть. Вышку? Ага. С нее будет открываться вид на всю Юрмалу. Хе-хе. Интересно. Надо будет сходить туда. Где-то минут через десять дети дошли до того места, где начинались линии. От 1-й до 36-й. Там же начинался проспект Булдуру. О! А вот и линии начались. Ох, только начались, а я уже утомился. Не хныч, Янис. Будь веселее. Линии? Я знаю, что в Москве есть одно место, где тоже есть линии. А что это за место? Серебряный бор. Мама мне рассказывала. Она там была однажды. Почему-то она его назвала маленькой Юрмалой в Москве. Просто там деревья похожи на здешние. И там тоже линии есть, как здесь. Но там их всего четыре. Эх, почему здесь не четыре линии? Потому что это Юрмала, а не Москва, Янис. Хе-хе, маленькая Юрмала в Москве. Хе-хе, интересно звучит. Ага. Рядом с этим бором, мама рассказывала, находится обычный советский район. Но там есть много улиц, которые носят имена различных генералов и маршалов Советского Союза. Например, там есть проспект маршала Жукова. Есть улица генерала Глаголева. А есть еще бульвар генерала Карбышева. И эти улицы находятся недалеко друг от друга. Я не припомню ни одного района, где есть столько подобных улиц. Ого. Я тоже не припомню. В Юрмале такого нет. Возможно, и в Риге тоже. И я не припомню. А маме понравился серебряный бор? Да. Мама говорила, что этот бор необычный. Вроде идешь в знакомую Юрмала. Но стоит выйти из бора уже Москва. Вместо Балтийского моря река. Слушай, а ты хотела бы там побывать? Да, хотела бы. А ты? Я тоже. Янис, как насчет тебя? Не знаю. До Москвы пешком точно не дойдешь. Ты что? Пешком никто от Юрмалы до Москвы не пойдет. Можно на самолете в Москву полететь, я знаю. На поезде можно добраться до Москвы. На машине тоже можно, наверное. Но это уже хорошо. Какая сейчас линия? Четвертая. Прямо как в серебряном бару. Еще 32 линии. Ужас. Спокойнее, Янис. Чего ты? Я уже утомился. На рыбалку бы лучше пошли, чем так далеко идти. Янис! Хныкалка у тебя включилась, я смотрю. Что включилась? Хныкалка! Ты все недоволен и недоволен. Аня, что Валдис меня дразнит? Он не дразнит тебя. Валдис говорит, как есть. Спустя 20 минут дети добрались до 36 линии. Янис был уже без сил, а Валдис и Аня были полны бодрости. Вот и 36 линия. Ох, ну наконец-то. Это еще не все. Мы до речки не дошли. Что? Да сколько можно уже идти? Я больше не могу. Я отказываюсь дальше идти. Почему? Не хочу. Я же хотел, чтобы мы все вместе дошли до одного интересного места. Чуть-чуть совсем осталось. Мог бы и потерпеть. Нет, хватит с меня путешествий. Я поеду на рыбалку. Что? Знаешь что, Янис, тебе еще повезло, что я добрый. Если бы ты знал, как мне было обидно, когда ты пришел на рыбалку и сказал, что, мол, это твое место. Это было, когда я тебя впервые увидел. Ты даже привет не сказал. Мне хотелось тебе подзатыльника дать и сказать, не веди себя так никогда. Но я сдержался. Почему ты только о себе думаешь? Почему ты о других не думаешь? Другим людям тоже может быть больно и обидно. Тебя этому не учили разве? Ты забыл, что пионер всем ребятам пример. Мы никуда больше не пойдем. Мы будем здесь стоять. Как здесь? Вот так. Я не хочу с тобой больше разговаривать. Янис, это правда, что только что сказал Валдис? Ну да, правда. Я повел себя неправильно. Повел себя совсем не как пионер. Я не думал, что Валдис может обидеться на меня. Лучше извинись перед Валдисом. Не надо так себя вести. Хорошо. Валдис, ты прости меня. Я не думал, что обижу тебя. Я не хотел. Только не давай подзатыльников. Я, кажется, все понял. Прости меня, пожалуйста. Ты точно больше не будешь так делать? Не буду. Честное пионерское? Да, честное пионерское. Ну ладно. Я тебя прощаю. Ура, мир! Ну что, ребята, пойдемте к морю. А там дойдем до речки. Нам и вправду осталось немного пройти. Вперед! Иду! Вскоре Валдис и его друзья дошли до побережья. Затем дети отправились по побережью до того места, где река Лея-Лупа впадает в Балтийское море. Море! Люблю ходить по побережью. Я тоже. Море пока холодное. Но когда будет лето, оно согреется. Хочется в нем искупаться. Мне тоже очень хочется искупаться. И я бы искупался. Но еще долго ждать лето. Недолго. Скоро каникулы будут. Июнь не за горами. Нам осталось доучиться чуть-чуть. Контрольные напишем и все. Будем свободны. Да. Ох, не напоминая контрольный. Расслабься. Напишем ее. И все будет отлично. Спустя минут 15 дети дошли до места встречи реки Лея-Лупа с Балтийским морем. О, вот оно. То самое место. Смотрите. Ого. Как здесь красиво. И как интересно. Здорово. Ну, речка впадает в море. И все. Да ты посмотри, как здесь красиво. Хотя, да. Лес вижу с одной стороны. А с другой бескрайнее море. Вот, видишь. Тебе тоже нравится. Замечаешь интересные детали. Ну, да. Красота. Я, когда в прошлый раз был здесь, видел двух велосипедистов. Они сюда приезжали, тоже смотрели на это место. Они потом решили отправиться по побережью вон до того далекого дома. Видите? Да, вижу. Далеко. Да. Так что сюда люди тоже приходят и смотрят, как река встречает море. Река встречает море. О чем ты задумалась, Ань? Не знаю. Но мне просто хорошо. Балдис, это потрясающее место. Спасибо, что привел нас сюда. Да не за что. Вскоре дети отправились в обратный путь. Они решили отправиться до ближайшей автобусной остановки. Хорошо прогулялись. Здорово же было. Ага, было здорово. Да, только теперь жутко ноги болят. Признаться честно, я тоже немного устал. Ты тоже устала, Ань? Да, устала. Давайте поедем на автобусе. Он как раз идет до школы. А там и до дома недалеко будет. Наконец-то ты меня услышал, Валдис. Мечтал об автобусе. Сейчас сядем скоро. О, вот автобус. Бежим! Дети успели сесть на автобус. На нем Валдис и его друзья отправились домой. Дети были уставшими, но довольными. Особенно рады были Валдис и Аня. Янис же был совсем без сил. Скоро мы будем дома, ребята. Мы уже проехали станцию Булдури. Да, автобус едет быстро. Мы все линии проехали уже. Ага. Янис? Янис! Не зови его, пусть отдыхает. Валдис, хочешь я кое-что расскажу? Один секретик. Расскажи. Да ну! А? Что вы шепчетесь? Обо мне что ли говорите? Что это ты, Янис, вдруг так оживился? Расслабься. Не о тебе. Врешь. Подслушивать нехорошо, Янис. Ладно, ладно, простите. Через некоторое время автобус доехал до нужной остановки. Дети вышли из автобуса и пошли домой. Ой, вот мы и доехали. Мы уже совсем рядом с домом. Ура! Не прошло и года. Пойдемте. Как вам прогулка? Я в восторге. Столько всего мы увидели. Я очень рада, что мы все вместе прогулялись. Я тоже рад. Мне тоже все понравилось. Янис, а тебе как прогулка? Ну, если не считать того, что я устал, в целом, ну, вроде неплохо. Были красивые места, но я все же люблю рыбалку. Эх ты, тебе бы только порыбачить. Есть вещи куда интереснее рыбалки. Знаю, знаю. О, мне туда, на улицу театра. Ладно, мы тогда еще увидимся, Янис. Да, увидимся. Прости, если что не так. Я постараюсь вести себя так, как настоящий пионер. Хорошо. Ничего страшного. Пока, Янис. Пока, Янис. Пока, ребята. Давай я тебя провожу, Ань. Давай. Валдис и Аня пошли дальше. Мальчик стал провожать девочку. Тебе и вправду понравилась прогулка? Да. Особенно то место, где река встречалась с морем. Я так рада, что побывала там вместе с тобой. Я тоже рад. Правда, почему-то Янис был недоволен. Что с ним? Вы с Янисом не ссорились? Нет, но он мне как-то сказал, что у него характер такой. Да, характер у него действительно такой, своеобразный. Да, согласна. Конечно, у нас у всех есть недостатки. Может, я слишком веселый, порой не к месту могу пошутить. Нет, что ты. Ты хороший. Я Янис тоже хороший, но он просто занудный. Вот и все. Да, с этим ничего не поделаешь. Вскоре дети дошли до дома Ани. Мы пришли. Спасибо тебе, что проводил меня. Я была очень рада тебя видеть. Мы хорошо погуляли. И тебе спасибо. Было здорово. Валдис, ты мой самый хороший и лучший друг. Спасибо. И тебе спасибо. Да не за что. Пока, Ань. Увидимся еще. Пока.